Анализ мочи на мочевую кислоту. Если уровень мочевой кислоты долгое время остается высоким, в суставных полостях образуются солевые кристаллы, развивается подагра. При отсутствии лечения отложения увеличиваются, формируются депозиты, которые выступают на поверхности тела, как твердые наросты, бугорки. Также нарушается работа почек. При постоянной нагрузке на эти органы возникают проблемы с мочеиспусканием, появляется озноб, лихорадка, ухудшается общее самочувствие. Образуются камни-конкременты. Состояние, при котором уровень мочевой кислоты в моче повышен, называется гиперурикозурия. Для ее раннего выявления и предупреждения выполняются лабораторные исследования биологических жидкостей, сыворотки крови и порций суточной мочи. Анализ производится с помощью энзиматического метода. Показатели применяются в практике терапевта, ревматолога, гипотолога, онколога, нефролога. Мочевая кислота в моче является показателем, информирующим об особенностях обмена веществ и функциональном состоянии мочевыводящей системы. Это соединение представляет собой конечный продукт метаболизма пуриновых оснований, производных пурина, входящих в состав нуклиновых. Кислот А, значит присутствующих в каждой клетке организма. Таким образом, мочевая кислота образуется в организме постоянно в процессе обновления тканей. Она поступает в кровоток, а затем через почки выводится из организма. Уровень в моче относительно стабилен. Увеличение концентрации соединения свидетельствует о его чрезмерном образовании в организме, что может быть связано как с патологическими процессами, так и с особенностями питания приемом лекарственных средств. Снижение его количества в моче чаще всего свидетельствует о нарушенной функции почек. Мочевая кислота – конечный продукт метаболизма пуриновых оснований. Ее содержание в моче определяется функционированием почек, а также диетой, приемом лекарств, особенностями обменных процессов. Исследование концентрации мочевой кислоты в суточной моче выполняется в рамках биохимического анализа, часто вместе с исследованием крови на креатинин, мочевину и мочевую кислоту. Результаты применяются в ревматологии, гинекологии, нефрологии, гипотологии. Они необходимы для диагностики подагры, заболевания почек, крови и эндокринной системы. Забор мочи для исследования осуществляется в течение суток. Анализ проводится энзиматическим методом. В норме определяются значения от 1,48 до 4,43 моль. Подготовка результатов занимает один рабочий день. Показание анализ на мочевую кислоту в моче назначается для оценки ее метаболизма и выявления нарушений в работе почек. Частым показанием для проведения исследования является диагностика и мониторинг течения подагры. К симптомам данного заболевания относятся воспаление и острая боль в суставах стоп, кистей, пальцев, коленей. С целью предупреждения патологии анализ назначается пациентам, чьи прямые родственники имеют диагноз подагры. Другим распространенным показанием для исследования уровня мочевой кислоты в моче является заболевание почек, в том числе мочекаменная. Болезнь – хроническая и острая почечная недостаточность. В этих случаях анализ выполняется в комплексе с другими почечными пробами, тестами на креатинин и мочевину. Также исследования проводятся пациентам с заболеваниями и состояниями, при которых усиливается образование мочевой кислоты, с метаболическим с синдромом ожирения, сахарным диабетом, артериальной гипертензией и шимической болезнью сердца, хронической полицитими, алкоголизмом, а также тем, кто соблюдает пост, придерживается голодания, проходит курс лучевой и химиотерапии. Анализ на мочевую кислоту в моче не показан в периоды после травм, операций, ожогов, интенсивной физической нагрузки. Во всех этих случаях результат оказывается ложно повышенным, так как происходит интенсивное обновление тканей в организме. К другим ограничениям данного исследования относятся жесткие правила сбора биоматериала, необходимо соблюдать требования к проведению предварительной подготовки и хранению мочи правильно измерить суточный диурез. Несмотря на это, анализ получил широкое распространение в различных областях клинической практики. Он является одним из базовых тестов для оценки почечной функции и метаболических процессов. Подготовка к анализу и забор материала. Уровень мочевой кислоты исследуется порцией мочи, собранной в течение 24 часов. За сутки до сбора первой порции необходимо воздержаться от употребления алкоголя, острой и соленой пищи продуктов, способных изменить цвет мочи. За 5-7 дней до анализа нужно обсудить с врачом все принимаемые препараты, так как некоторые лекарства изменяют концентрацию исследуемого вещества в моче. Также стоит решить вопрос о возможности временной отмены диуретиков, последний их прием допустим не позже, чем за 2 суток до начала сбора биоматериала. Во время сбора суточной мочи необходимо воздержаться от физической нагрузки и избегать стрессовых ситуаций. Первая утренняя мочь и спускание производится в унитаз, все последующие на протяжении 24 часов в стерильную емкость с крышкой. Материал должен храниться в холодильнике без замораживания. Последняя порция собирается ровно через сутки с утра. Затем следует измерить общий объем мочи и отделить в контейнер 30-50 мл. В то же утро биоматериал нужно передать в лабораторию. Исследование может быть выполнено калориметрическим, фотометрическим или энзиматическим методом. Последний является наиболее распространенным. В ходе анализа мочевая кислота под действием фермента уриказа окисляется доолантоина с образованием перекиси водорода. Она реагирует с хромогеном, в результате чего образуется синий-фиолетовый краситель. По интенсивности окраски определяется концентрация мочевой кислоты в моче. При стандартном режиме работы лаборатории результаты подготавливаются в течение одного рабочего дня. Нормальные значения количества мочевой кислоты в моче зависят от возраста. У детей до года в норме определяются показатели от 0,35 до 2 моль сут с 1 года до 4 лет, от 0,5 до 2,5 моль сут с 4 до 8 лет, от 0,6 до 3 моль сут с 8 до 14 лет, от 1,2 до 6 моль сут. У подростков с 14 лет и взрослых референсные значения находятся в диапазоне от 1,2 до 6 моль сут. Физиологическое повышение экскреции мочевой кислоты наблюдается при чрезмерном употреблении продуктов, богатых пуриновыми основаниями, мяса, печень и почек. Кроме этого увеличение значений может быть спровоцировано интенсивной физической нагрузкой, длительным стрессом. Повышение уровня в моче Причины повышенного уровня мочевой кислоты в моче становятся ее чрезмерное образование в организме или недостаточное выведение почками. В первом случае речь идет о таких заболеваниях, как истинная полицитимия, синдром Лешинихена, серповидно-клеточная анемия, гепатит, онкологические опухоли с метастазами, миеломная болезнь, хронический миелоидный лейкоз, болезнь Вильсона-Коновалова. Увеличение экскреции мочевой кислоты из-за нарушения ее реабсорбции определяется при синдроме Фанкони. Другими распространенными причинами повышения уровня мочевой кислоты в моче является подагра и мочекаменная болезнь. Эти патологии свидетельствуют о длительном стабильном повышении ее концентрации. К ложному повышению показателя исследования приводит прием бета-дреноблокаторов кофеина, витамина С, кальцетриола, деклофенака. Из-за ниазида и бупрофены, индомитоцина, парацетамола, преднизолона, больших доз аспирина. Снижение уровня в моче Одной из причин снижения уровня мочевой кислоты в моче являются хронические патологии почек, при которых страдает их фильтрующая способность. Гломеруланифрит, пиеланифрит, а также отравление свинцом. Кроме этого концентрация мочевой кислоты уменьшается при гиперпаратириозе, гипотириозе, алкоголизме, ксентинурии, недостатке фолиевой кислоты. Среди лекарственных средств причиной снижения уровня мочевой кислоты в моче может стать приема лапуринола, глюкокортикоидов и мурана. Венбластина, метатриксата, спиронолактона, инсулина, фуросемида и тамбутула, перозинамиида. Лечение и отклонение от нормы Анализ на мочевую кислоту в моче используется для выявления нарушений функций почек, диагностики и контроля терапии подагры и установления причинам мочекаменной болезни. Данное исследование имеет большое значение в нефрологии и ревматологии. Если результаты не соответствуют норме, нужно обратиться к лечащему врачу за назначением лечения. Чтобы избежать физиологического повышения показателей, необходимо придерживаться сбалансированного питания с умеренным потреблением продуктов животного происхождения, а также подбирать физическую нагрузку в соответствии с уровнем общей тренированности организма. Точка.